Доброе утро! Это юноша в темно-синей футболке и бейсболке Такой более, менее атлетично подготовлен Но технически играет очень хорошо И соперник у него тоже из Испании Джайме Зарагоса Теруэль Крепкий парень По ощущениям, либо какая-то сумасшедшая генетика Либо просто по уши залит анаболиками Потому что масса какая-то сумасшедшая Но вот бьет и не всегда попадает Играет в один удар С таким браком против... Ну, в общем, прогноз однозначный Что Алехандро Туризоне выиграет этот В двух матч без вариантов Потому что так ошибаться нельзя Так, что по игрокам могу сказать? Ну вот, обоих я видел раньше Так, 0.30 там на подаче И он уже проигрывает в первом сете Подающийся 1-2 Срывает прием Алехандро Но в любом случае у него пока что Преимущество в гейме Стратически не идет первое Но не может справиться со своей массой Видно, что технически как-то все очень скромно Все, в один удар Не чувствует абсолютно мяч Все вылетает за корт С такими подарками делать ему нечего, конечно В парной комбинации я их видел Вот этого крепкого парня Джейми Сарагоса Теройль Который вот такой С элементами белого футболки Играет Такой русый парень В парной комбинации еще ничего Но вот в одиночке как бы Понятно, что так играть нельзя Получает на вылет прием Гейм 3-1 Алехандро Торизоне Альварес Ведет в первом сете А, или Извините То ли 15-40 Или что-то Не пойму, что шла с счетом Парень А, или Давай А, или Захус Что сборка Давай Отправили Дан painful Четвертый Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я вам скажу, что со счетом Субтитры сделал DimaTorzok Интересное развитие событий Нет, друзья, со счетом я немножко ошибался DimaTorzok 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 Ввел в первом сете со счетом 2-1 DimaTorzok 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 соперник но хорошие мышцы ну как хорошие вот что тут скажешь либо фантастическая генетика либо отдают подачу и вот уже за счетом 3-2 повел джаймин заракоса 1 представитель испании обращаю внимание что-то два испанских игрока встречается так друзья это у нас с вами сейчас переход у юношей и мы пока что мы пока что с вами перенесемся на корт номер 2 на корте номер 2 будут встречаться два испанских пенесиста марио пена гарсия марио пена гарсия диего агусто барето санчес кто из них кто не могу сказать сейчас я выясню этот вопрос а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Марио Манзила Диас. Юноша в синей форме и в белых носках. Оба правши играют правой рукой. Вот начинается разминка. Это тоже, обращая внимание, что это матч третьего круга турнира второй категории. ТЕ в Сарагосе. У юношей пока что идет разминка. Мы пока возвращаемся на корт номер четыре. При счете... При счете 3-2... Джайме Сарагоса Теруэль подает. В один удар выигрывает. Сказывается атлетическое превосходство игрока. 30-0... Как-то странно. Соперник сдулся, абсолютно не пытается даже ничего сделать. Очень интересная история развития событий. Четко отрабатывает по месту. Никаких вопросов в один удар. Атлетизм, доход и пробивает. Да, вот заявным сказывается преимущество, вот эти дни 40-0. Пошел к сетке, не обоснованно, на мой взгляд. Джайме Сарагоса. И получил обводку. Крепкий парень. Не могу сказать, где-то килограмм, наверное, 70 весит уже. В один удар. Игра не справляется с приемом. Непонятно, почему противник так. 4-2. Джайме Сарагоса ведет в матче. Не проходит первый мяч. Ну и прием какой-то безобразный. Прямо в середине сетки. Ну, неприятно смотреть такую игру. С таким количеством брака. Причем не вынужденного брака. Я бы так сказал. Прошла подача, как с короткого. Правильно тактически делал Алекхандро Доризоне. Правильно делал. Шел вперед. Бьет в один удар. Странная такая история. Странная такая история. Широкие движения, но в целом разболтанная такая техника. Когда он доходит до мяча, хорошо. Когда Джайме Сарагоса доходит до мяча, то нормально. Но когда не доходит, ну, какие-то ошибки непонятные. Ошибается. Ошибается. Алекхандро Доризоне ошибается по ширине. Он, в такое ощущение, не знает, что делать. Пытается играть, раскрывая веер атаки право-лево. Но не выходит. Мощи не хватает. Пока что соперник отрабатывает четко в защите. Больше пока что у Алекхандро Доризоне. Но посмотрим, что будет дальше. Большой замах. Дырка все-таки при ударе справа в движении у Джайме Сарагоса. И он отдает свою подачу. Вернее, отдает подачу на приеме. Отдает прием. Счет становится 4-3 в его пользу в первом сете. Продолжение следует... В это время посмотрим, что юноша завершает разминку. Педро Кабаха Санчес подает. И завершает юноша разминку. И, друзья, на корте номер... На корте номер 2. Тоже началась игра. Там встречается Марио Пена Гарсия. Но я не знаю, кто есть кто. И Диего Агуста Борито Санчес. Но об этом я вам скажу попозже. Возвращаемся на корт номер 4. При счете 4-3 подает Джайме Сарагоса. При счете 4-3 подает Джайме Сарагоса. Диего Агуста Борито Сарагоса. Подал первую. Не сильно, спокойно положил в площадку. Алихандро принял коротко и тут же получил короткую атаку. 15-0. Спорная история. Друзья, как на мой вкус, так мяч зацепил линию с внешней стороны. Ну, ну, это харп. Здесь нет судей. И, в общем-то, всегда... Ну, частенько. Частенько здесь мы видим, что... Будем называть вещи своими именами. Вольно или невольно, но игроки с жухой. Скажем так, в Барселоне на грунте не было такого. Но вот здесь, на харпе, как бы такая история происходит. Не хватает атлетизма, заявным. Не хватает атлетизма, заявным. Не хватает Алихандро атлетизма. Просто в определенный момент сдувается. Когда мяч у него на лопате, он еще играет более-менее ничего. Но вот когда на недоходе тяжело, не хватает чистой силы. И Джайми Зарагоса 30-15 ведет. Не справляется с приемом. 40-15. Ну, что-то как-то не клеится. Не может найти игру. Ну, и вот 40-15. Четкая подача. Вновь ошибается за боковую линию. Ну, свечку, если нужно бросать, то нужно ее бросать в длинную диагональ. Почему он бросает ее по прямой, непонятно. Ну, вот опять же, заявным не хватает атлетизма. 5-3. Джайми Зарагоса ведет. 5-3 Джайми Зарагоса ведет. Алихандро подает на то, чтобы остаться в сете. Четко. Четко на вылет попадает практически. Инжайный Зарагоса с приема. Мягкая подача. Мягкая подача. Алихандро. Не тянет. Абсолютно не тянет. В это время, друзья, у нас на корте номер 3 уже начался матч. На 0.30 подает. Спокойно играет. С запасом играет Джайми Зарагоса и забивает просто преимущество в атлетизме. Но не просто, друзья, не просто преимущество в атлетизме. Запас, который позволяет не форсировать усилия, делать свое дело. 0.40 на подачу. Забивает не справляется Алихандро. Сет со счетом 6-3 Джайми Зарагоса взял первый сет. Итак, друзья, на сет потребовалось менее полчаса. Ну, в общем, мы пока что прервемся и посмотрим кортную.